Вот такая красота! Водичка просто бирюзовая. Цены бьюти-фри. Пришли в ресторан, в котором были два года назад. В Алании ресторан для местных. Заказали аданакебаб. У тебя как называется? Эскандер кебаб. Цены, конечно, подросли. Примерно в два, может в три раза. Но по-прежнему мне нравится, что они приносят. Заказали аданакебаб, они сразу принесли салатики, соусы, хлеб, то есть его не заказывали. Перцы острые. Очень много всяких дополнительных штук. Аданакебаб стоит 150 лир. Это в районе 600 рублей. Ресторанчик для местных. Обстановка простенькая, но нам здесь нравилось в прошлый раз, ну и сейчас, в принципе, все красиво, вкусно. Поели мы на 535 лир. Это в районе 2000 рублей. В конце даже бесплатно принесли чаек, предложили. Объялись, как тузики. Пришли на набережную. Вот она, как всегда, шикарная. Пальмы. Все красиво. Клеопатра. Пинг-понг играют. Баскетбол. На Клеопатре все по-прежнему шикарно. Тренажеры с видом на море. Детские площадки бесплатные. Много всяких тренажерчиков. Там дальше туалет бесплатный есть. В общем, все для людей. Места свободного на пляже хватает. Спасатели. Это пляж Клеопатры, номер 7. Здесь хороший вход в воду. И всегда свободного места много. По дороге с пляжа Клеопатры есть такой красивый мостик. Вокруг пальмы. Фонтаны. Обедаем в Бургер Кинге. Цены, конечно, амбициозные. Бургер комбо-набор. Вот этот картошка-кола бургер. Дабл-чиз бургер. Стоит 800 рублей. 200 лир на наши деньги. Но зато с видом на море. Центральный пляж Алании. Конечно, после Клеопатры такой грустненький. Мусора много. Песок здесь не такой красивый. Набережная в этой части тоже не очень. На Клеопатре симпатичнее. Вот там у маяка классное место. Можно туда дойти. Там мимо проходят корабли. И прикольно стоять, смотреть, как они заходят в залив. И вот эта крепость Алании ночью очень шикарно светится. Постараемся снять ее вечером. Детские развлекухи зато есть. Бесплатные, естественно. Все сделано за счет города. Пойдешь? Зато пальм много красивых. Ну и подальше туда уже начинается повеселее. Прогулочные лодки. Красивые в разных стилях. Вот на этом мы плавали на дайвинг. Видео есть на нашем канале. Вот это большой Старкрафт. Тоже большая экскурсия. Классная. Тоже видео у нас есть. Есть вечерние прогулки. Дискотека на корабле. Есть all-inclusive. Платите. Сколько? 30 долларов? 30-35 долларов. All-inclusive. С купаниями, с обедами, с алкоголем. В стиле страшного морского ангела. Стилистика лодок разная. Впереди на горе крепость Алании. Тоже очень красивые виды открываются. Кафе прямо на берегу. Готовят балык и кмек. Это булка с рыбкой мелкой. Жареная 80. Есть какие-то интересные. С кальмаром. Можно попробовать 140 на 4. Где-то 600 рублей. Не дешево. Два года назад здесь все стоило в разы дешевле. Но ковид кончился. Людей стало больше. Цены подросли. Лодочки стоят такие разного калибра. Рыбаки ловят рыбу на камнях. Моенный корабль подошел. Красная башня. Шикарная достопримечательность. Вход стоит недорого. Но внутри очень интересно. Есть видео на нашем канале. Вот сейчас пройдемся по той дорожке. Очень живописная. Туда в сторону старой судоверфи. Сама судоверфь. Ну так себе. Можно посмотреть. Но вот эта дорожка. Она очень красивая. И кораблей здесь прогулочных обычно много. Вход на эту дорожку. Бесплатно. Мимо этой катапульты проходите. И идете. Очень живописная тропинка. Такая прям по крепости. С такими видами. Обязательно сюда приходите. Клевое место. У нас бы давно уже поставили турникет. И брали за это деньги. А здесь они все облагородили. Но все бесплатно. Можете вот так посидеть. Пофоткаться. Лимоны поспели. Вот так растет гранат. Это маленький еще совсем зелененький. Вообще эта дорожка. На наш взгляд самая живописная. Такое место в Алании. Всегда сюда приходим. И вот в конце этой дорожки старая судоверфь. Судоверфь можете сходить. А можете посмотреть видео на нашем канале. На разок можно. Но не сильно впечатляет. Красная башня. Местное культурное наследие. Утки. Под цифрой 8. От крепости Алании в сторону центра можно пройтись по верху. С видом на бухту Алании. Корабли. Видимо какой-то праздник. У них будет все украшено флажками. Цены на квартиры. 170 тысяч. 183. 113. Почти даром. Мопедик прикольный. Закрытый. Забавный. Деревья цветут. Медведями обвешали здание. Смотрится, конечно, жутковато. Набережная в районе пляжа Клеопатры приятная. Много пальм. Все аккуратно, чисто. Можно приятно пройтись. Города побратимы Алании. Россия, Мурманск, Зеленогорск, Дергачи. Аппарат, где каждый желающий может купить корма собакам и котам. Ходите, заряжаете монетку. А он не работает, походу. Ау, не работает. Нашли такого медведя на набережной. Раньше такого не было. В ушанке. Поет Калинку-малинку. У него звезда. Даже звезда есть. Прикольно. Решили взять кукурузу. 30 лир стоит вареная. Можно жареную. Давай кукурузу. Хитрый бумажку. Сейчас попробуем. Вкусная, горячая, но вкусная. Классная кукуруза. Всего 120 рублей. Ну или не всего, не знаю. Виды красивые открываются с набережной. Сегодня еще пасмурная погода, а водичка не такая бирюзовая, как в Ясную. Но все равно прикольно смотрится. Людей на пляже немного. Часто попадаются волейбольные сетки. Ну, как я понимаю, они бесплатные. Не знаю, вот на российских курортах есть такое. Давно не был. Волейбольные сетки бесплатные. Если кто-то знает, пишите в комментариях. Интересно. За два года в Алании, конечно, русский язык подучили местные хорошо. Потому что два года назад крайне редко попадались продавцы, говорящие по-русски. А сейчас практически все красиво облагородили территорию. Аренда двух зонтиков. Двух шезлонгов и одного зонтика стоит 150 лир. Это 600 рублей на день. Или 8 долларов, 7,5 евро. Погодка пока пасмурная. Есть будка спасателей. Тонуть нужно с 9 до 19. Иначе не спасут. Конец мая выдался холодный в этом году. Вода ледяная. Ну как, градусов 20. Но для меня ледяная. Я люблю, когда по 30. А по 30 здесь в августе. В начале сентября тоже классная. Воздух уже остывает. А вода еще все еще по 30 градусов. Шикарно. Цены на товары для дома, если кого-то интересует. Курс сейчас 4 с копейками. То есть умножать там на 4-4,5. Такие цены. Это магазин BIM. Цены в кафе-ресторане. Вот такие. Салат 120 лир. Суп 70. Омлет 100. Гриль 220. Кебаб. 250-350. Вот такая средненькая кафешка. Ресторанчик небольшой. Представление о Египте у турок, конечно, интересное. Параон. Дерево красиво цветет. Кажется, я хочу здесь квартиру. Аланья красивый город. Много пальм. Все чисто, аккуратно. Наш отель Comfort Suits находится в районе пляжа Клеопатра. Поселились в наш номер. В Аланья. Такое у нас две комнаты. Санузел. Все чисто. Красиво. На 8 ночей. 400. Около 400 евро. Есть даже кофемашина. Самое главное, балкончик. И личная пальма. С той стороны моря. Скоро пойдем. Сервис в отеле на высшем уровне. У нас расчетное время заезда было 2 часа. Мы приехали в 7 утра. И нас абсолютно бесплатно заселили. Очень быстро. Без всяких разговоров. На первом этаже есть уютная кафешка. Можно позавтракать или посидеть вечером. Пришли на ужин. В нашем отеле на первом этаже есть прикольная кафешка. Бургеры. Это тако. Да, называется. Наверное, не забыла. Как-то так называется. Похоже на тако. Все красиво. Обстановочка такая приятная. Официанты бегают энергично. Ползем на гору крепости Аланьи. Такие здесь подъемчики. Крутые. Но зато там будут классные виды. Здесь уже неплохие виды. Забрались наверх. Пляж Клеопатра. Дайвингом занимаются. Я тоже так погружался. Видео есть на нашем канале. Мы поднялись со стороны пляжа Клеопатра на эту гору. Сейчас ее обойдем вокруг и выйдем туда к центральной части. Там есть тропинка. Тоже интересная, живописная. Иногда попадаются черепахи. Вот она убегает от нас. Черепашка. А нет, она ест. Она не убегает. Здесь есть сосновый лес на берегу моря. Дышится просто очень классно. Воздух свежий. И пахнет сосной. Просто шикарное место для прогулок. Тропинки есть. Можно погулять. Вот если туда прямо пройти, там будут классные видовые площадки. Фуникулеры едут. Мы на нем катались. Виды шикарные с него. Видео есть на нашем канале. Дорога здесь такая, конечно, любителя. Но можно вот обойти эту гору, получится, со стороны Алании. Ее вот по этой дороге обходите и выходите туда в центр. Красная башня. Это центр Алании. Ресторанчик красивый с видом на море. В центре Алании находится улица с тысячей фонариков и стыков. Красиво смотрятся вечером, подсвечиваются. Здесь можно купить всякие сувениры, одежду, все что угодно. Пришли на обед в традиционный ресторан Рабза. Два года назад здесь были, нам очень понравилось. Было очень недорого и вкусно. Сейчас сравним. Цены, конечно, за два года выросли, но вроде в целом нормальные. Адана кебаб 160, это 600 рублей. В принципе, нормально. Там будут салатики различные. Есть Алания кебаб 210. Мне Адана больше всего нравится. Обычно его беру. Донор кебаб 158. Шиш кебаб 200. Меню классное, с картинками. Установочка тоже такая приятная. Музыка играет. Заведение для местных, алкоголя здесь нет. Пиде тоже классное, с мясом. Тесто с мясом 72 лиры. Это 280-300 рублей где-то в районе. Хлеб они, как правило, приносят бесплатно, поэтому можно его отдельно не заказывать. Напитки. Ну, цены более... Спагетти 125-135. Это где-то в районе 600 рублей. Порция салата красивая от 75. Сразу нам принесли хлеб, соусы, хотя мы их не заказывали. Это бесплатно. Чай приносят всегда в таких традиционных маленьких чашечках. Принесли нам еду частично. Аданакебаб. Красивый. Пиде. Единственное, раньше приносили еще салаты. Не знаю, сейчас пока не вижу. Ну, или сервис поменялся. И салаты теперь только за доплату. Принесли второе блюдо. Донер с рисом. Много мяса. Все попробовали. Все вкусно. Но отличается. Конечно, два года назад мы здесь одни сидели. Остальные все были местные. Но и цены были очень дешевые. Мы на 800 рублей поели. Сейчас будет явно дороже. Вот. И тогда какой-то персонал был более приветливый. Но, видимо, не так уставший от туристов, как сейчас. Разница есть. Но по-прежнему место хорошее, вкусное. 362 лиры. Это около 2000 рублей. Все понравилось. По-прежнему считаем это место лучшим, если вы хотите посетить какой-то традиционный турецкий ресторан. Пришли на наш любимый рынок, который работает по вторникам, около рыбного рынка, в районе пляжа Клеопатра. Сейчас посмотрим, все покажем. Курс сейчас умножать примерно на 4-4,5. То есть клубника где-то 130 рублей килограмм. Абрикосы вообще красивые. Ну, в районе 170-180. Черешня. Персики. Все красиво. Шикарно. Слегка шумно первое время. Но со временем привыкаешь к колориту местному. Клубника по 30-40 лир. Помидоры 12. Ананасы. Авокадо по 150-600 рублей. Красный, красивый. Зелень. Огромные пучки 15 лир. 60 рублей. Ну, в общем, недорого. Помидоры по 8 лир. Где-то в районе 40 рублей. Приходите. Так, как экскурсия. Единственное, деньги лучше брать местные. Но не лучше, а точно. В евро, наверное, в долларах сможете рассчитаться. Но будет вообще невыгодно. Сташки 400 лир. Вот эти арабские по 350 мне нравятся. Вкусные. Поэтому меняйте сумму денег и идите сюда, как развлечение. Все дружелюбные, позитивные. Никто ничего не агрессирует. Всегда обстановочка такая приятная. Дыни пахнут очень сильно. По 15 лир. Это 70 рублей килограмм. Сейчас возьмем дыньку. Да, отличная. Давайте вот эту возьмем. Берем клубнику. По 30 лир. Килограмм, говорят, очень сладкая. 30 лир. Это 130-140 рублей где-то килограмм. Челет товар, челет товар, а челеты, а челеты, а челеты. Громкие. Спасибо, челеты. Ага. Марабад 2. Берем клубнику. Спасибо. 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 Раджай и дырим, пожалуйста. Раджай и дырим, пожалуйста. Смотрите, какие абрикосы нашли. Просто очень оранжевые, как апельсины цветом. 30 лир всего лишь стоит 140 рублей где-то. Сейчас возьмем килограммчик, хотя уже не знаем, как мы это все съедим. Не влезет. Но что делать? Такие цены надо брать. На рынке есть также закрытая часть. Продают рыбу. Есть ресторанчики. Можете пойти поесть из морепродуктов свежих. Рыба 200 лир, 150-140, разные цены. Рыба. Хорошо, думаем. Берем стейки форели или лосося. Кто это? Я их не различаю. У меня красная, значит вкусная. Семга норвежская. Красивые, не вареные. 250. Небо прояснилось. Водичка стала шикарного цвета, как всегда. Немного водороса. Но в целом все красиво. Люди позитивные, все отдыхают. Наслаждаются. Вот такая красота здесь. На закате крепость красиво смотрится. Подсвечивается солнцем заходящим. Диджей выходят на пляж к вечеру. Попугай. Ара. Спасибо. Из красной книги. Скажи что-нибудь. Говорящий. В начале пляжа Клеопатры рядом с пещерой Дамлаташ. Самое живописное место, на мой взгляд. Сейчас покажу. Здесь постоянно останавливаются прогулочные корабли. Вот такая здесь красота. Водичка просто бирюзовая. Немного водорослей не убраны. Но все равно красиво. В самом начале пляжа Клеопатра людей обычно побольше. Потому что здесь нет плиты. Вот море идеальный. Сразу становится глубоко. Ну и вода просто очень красивая. Здесь камник. Песочек такого оптимального размера. Не мелкий, не забивается. Лежать на нем комфортно. И за счет этого вода очень прозрачная. Нету мелкого песка. Такая сейчас обстановочка на пляже. Полный релакс. О, есть даже спортсмены в шапочке. Песок в начале пляжа Клеопатры. Такой идеальный. Мелкие камушки. Приятные. Крепость Аланье. В интернете прочитали, что пляж Клеопатра 25 в мире по красоте. В каком-то рейтинге. Не знаю, насколько это правда. Но я с ними согласен, что он очень красивый. Такого же по красоте пляжа мы видели, наверное, только в Греции. На Крите были похожие пляжи. Красивые сильно. Прогулочные корабли остановились на купание. Экскурсии стоят от 15 до 30 долларов. В зависимости от размера корабля, от включенного питания, алкоголя. Людей достаточно много, но свободных мест все равно хватает. На пляже есть бесплатные души, переодевалки. Естественно, вся инфраструктура присутствует. Виды можно смотреть бесконечно. Вдоль пляжа стоят такие скамейки. Сейчас полдень. Жарко, людей нет. Но к вечеру, к закату здесь будет все занято. Все придут провожать день, смотреть на закат. Парк рядом с пляжем. Это тоже интересная вещь. Это кошачьи дома. То есть строят целые кошачьи, даже не дома, а жилые кварталы. Сейчас покажу. Кошачий микрорайон целый. Кормят. Здесь у них all-inclusive. Хочу быть турецким котом. Есть специальная служба, которая обслуживает эти дома. Лечат котиков при необходимости. Еду им носят. Мы здесь жили в локдаун. На улицу было запрещено выходить. Но специальная служба в локдаун обеспечивала полностью обслуживание вот этих кошачьих домов. В начале пляжа Клеопатры стартовая площадка фуникулера. Это фантастически из фуникулера. Особенно вот в такую ясную погоду просто шикарно. Стоимость фуникулера сейчас 140 лир в две стороны. 100 со скидкой. Правда не знаю, что за скидка. Билета взрослого вот в одну сторону 130. Ну то есть разница всего в 10 лир. 130 в одну сторону, 140 в две. Поэтому есть смысл ехать в две. Тем более спуск с башни там не очень комфортная дорожка. Она красивая, но такая особенно в дождь там очень некомфортная. Очередь идет быстро. И вот сразу прям садитесь в фуникулер. Классно, я думаю, стоит прокатиться обязательно. Погода наладилась. Сейчас шикарно, светит солнце. Ну вообще Алания очень солнечный город. В нем 325 в году дней светит солнце. Представляете, 325. Всего лишь 40 пасмурных дней. Поэтому неудивительно, что пасмурные недолго не продержались. Сувенирчики по евро, магнитики. Но евро достаточно дорого, я думаю, можно найти гораздо дешевле. Аптеки. Медикаменты тоже здесь, кстати, недорогие некоторые. Курс такой. 19,60. 21 евро, 19,60 доллар. Уже подорожал курс. То есть за 1 доллар мы до этого покупали. По 19,30, по-моему, меняли. Поэтому имейте в виду, курсы разные. Они гуляют. Но в основном лера падает. Средняя инфляция за прошедшие несколько лет 70% в год. Поэтому не спешите, наверное, менять сразу все деньги. Если надолго приехали, вполне возможно, через неделю курс будет более выгодный. Но 70% конечно впечатляет. И по ценам видно. Раньше цены были в разы дешевле года 2 назад, когда мы здесь жили. В плане обмена валюты, я думаю, все знают. Но на всякий случай скажу. В аэропорту главное не меняйте. В аэропорту Курск просто драконовский. В интернете есть мнение, что район пляжа Клеопатры очень такой старый. Много домов старого фонда. Некрасивый. Но не знаю. Очень много сейчас таких красивых новостроек. Но даже старый фонд. Не знаю, лично меня он не напрягает. Вот дом старого фонда. Но, на мой взгляд, по сравнению с нашей хрущевкой, он гораздо симпатичнее. Причем они очень быстро этот район застраивают новыми домами. Вот прям напротив практически нашего отеля идет стройка. И они умеют строить так точечно. Один дом надо поменять. Они аккуратненько его снесли. И вместо него строят новый дом. Строят быстро. Единственный минус. То есть, если попадете и будете жить рядом с такой стройкой, то, конечно, не очень. Цены на бензин. 95-й, 22-14. Это где-то в районе 90 рублей за литр. Как пуск классный. Пришли в заведение. Тавук. Что-то там. Название у него такое непростое. Хотим поужинать. Цены примерно все по 124, по 129. В Истамбуле мы в таком ели. Нам очень понравилось. Большие порции. Ну и стоят относительно недорого. В районе 500 рублей. Уже порция с салатом, с гарниром и с мясом. Сейчас попробуем. Такая установочка. Так она называется. Тавук дюну си. Ну, неправильно, скорее всего, прояснилось. Взяли по блюду чай и суп. И опять нам принесли хлеб. Причем горячий, только из печи. Как те хлебы? Классный? Хрустящий классный. Вообще супер. Это мне нравится у них, что они сразу приносят хлеб. Причем свежеиспеченный. Заведения, кстати, в основном местные. Такой показатель, что здесь хорошо и недорого. Принесли наши тарелочки такие огромные. Просто гигантские блюда. Сейчас будем пробовать. Ну, как тебе? Вкусно. Это куриная грудка, но ее при бутылке очень сочной получилась. Не сухая, а сочная, вкусный соус. Макарошки с соусом песто. Обожаю песто. Вкусно, ну, салат все. Все, что надо, все в одной тарелке. All inclusive за 129 лир. Вот так это заведение выглядит снаружи. Находится на бульваре Ататюрка. Напротив магазина Амбар. Вечером яхты светятся в темноте. Крепость Алании тоже подсвечивается. Вечером на концерт турецкий в Алании. Ночная клуба. Барстрит в Алании. Барстрит в Алании. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй В магазине ЛТБ купили мне джинсовые шорты за 550 лир, тоже в районе двух с половиной тысяч рублей, такие хорошие качественные шорты. Пришли в магазин Collins, цены сейчас такие 450, юбка стразами, рубашка 400 джинсы 800, 750, вот 650, а мои дешевые 550 со скидкой платье 850, джинсовое, сколько? 400 шорты, 450, такой сарафан. Цены стали дороже чем два года назад, раза наверно в два, но все равно относительно России чуть дешевле. Шорты 599 джинсовая куртка 899, 250, джинсовые шорты 450, куртки зимние со скидкой 400 лир всего. Красиво, берем кожаная куртка 600 лир, ну вроде похоже на настоящую. Футболки мужские 219, это около 1000 рублей. На рубашке 650 лир, джинсы это в районе 600 в среднем. Мужские на распродаже 550, скидка 40 процентов. Это тоже 550, ну в общем в среднем 550-600 лир, это где-то 2500 рублей, мужские джинсы стоят. Идем в сторону Красной башни, наше секретное место, очень недорогое кафе для местных. Найти ее просто, доходите до Красной башни, вот она большая и поднимаетесь чуть в горку и налево будет. Наша любимая дорожка, с шикарными видами. О, корабли приплыли. Здесь они останавливаются на купании. Иногда их бывает больше десятка, тоже красиво так смотрятся все в пиратском стиле. Это пляжик, холодные борота. Видео есть на нашем канале. Он красивый, но туда идти надо по воде не очень удобно. И здесь нет души и переодевалок. Такой чисто видовой пляж. Вот сам пляж. Красная башня. Деревья, лимоны растут. Красота. Вот она, это кафешка. Так выглядит снаружи. Сейчас посмотрим, главное, чтобы места были внутри. Потому что она достаточно популярная среди местных. Туристов не так много. Все, нашли столик свободный. Смотрите, с каким видом. Просто шикарный на море. Правда, официант нам принес зачем-то книжечку и ручку и меню. Вполне возможно, мы должны сами туда что-то записать. Но сейчас разберемся. В основном местные все сидят. Они знают, что делать. Подсмотрим, если что. В общем, система такая. Надо соотнести название с картинками. Тогда вы поймете, что это за блюдо. И сколько она стоит. Да, и сколько она стоит. Но дешевое. Гюзлеме со шпинатом, например, 35. С картошкой 37. Это 150 рублей где-то. А гюзлеме здесь большое будет. Потом, что еще есть? Тосты. По 35, по 40. Тоже в районе 150 рублей. Сэндвич. А что это самое дорогое? Пати фуд. Это типа English. Ой, какой. Turkish breakfast. Ну, такой простенький, но он стоит всего 130 рублей, 120. Поэтому нормально. Мини мен вкусные. Это яйца с помидорами. Яичница с овощами. Омлеты тоже классные. Я брал яйца. В общем, цены очень дешевые. Так и остались. Ну и качество хорошее. Главное, какой вид. Смотрите на море. Шикарный просто. В общем, пишем наш заказ. Записываем. Раньше такого не было. Раньше все штыки. Да, да, да. На чай придется оставлять. А раньше мы все штыки говорили. Ну, это может, нам так повезло сегодня с официантом. В общем, записывайте заказ. Главное, чтобы потом готовить не заставили. Да, главное на кухню, да, чтобы не отправили готовить. Посмотрим. Интерьер тут, конечно, не для слабонервных. Линолеум на столе. Земля на полу. Ну и, в принципе, такая аскетичная обстановочка. Но еда супер вкусная. Мы здесь ели много раз. Никаких отравлений, ничего такого не было. Очень вкусно, очень недорого. И вид просто бомба. Принес наш заказ. Только почему-то завтрака не видно, который заказывали. Какие-то штуки положили. Ну, в общем, большой. Вот столько у нас еды на завтрак. Единственное место завтрака у нас почему-то долма. Но я думаю, это неважно. Мы переживем. Долма тоже вкусно. Для расчета подходите вот сюда. Для выдачи готовой еды. 182 лиры. 182. Касса. Фрэш. Варенджус. 20 лир. 80 рублей. Мы позавтракали с двумя фрэшами, с несколькими блюдами. На 182 лиры. Это в районе 800 рублей. Все столики, как правило, заняты. Много всяких шоколадок вкусных продается. Вот эти 4 лиры. Очень вкусная Улкер. Сколько? В районе 12-13 рублей. Улкер. Хорошая марка. Правила вкусные. У них шоколадки. Есть за 3 лиры. За 5-6. Цены на рыбу дешевые. Форель стоит 99 лир. Это 400 рублей килограмм. Вот такая красивая, свежая. Большая турецкая форель. 169 лир на 4. Это где-то там 600-700 рублей. В магазинах есть целые отделы с российскими товарами. Такими аналогами. Например, пельмени с куриным фаршем. 500 грамм. 67 лир. 280 рублей стоит. Мороженка вам пломбир в бафельном стаканчике. Как в детстве. Печеньки. Нестле. 3,75. 13 рублей. Бумбастик. 9,30. 6 рублей. Если приезжаете надолго, можете купить 2 литра варенья клубничного. Такая банка. Всего за... В районе 400 рублей. Такое же есть из черешни. Тунец недорогой и вкусный. Две банки стоят 44 лиры. Это где-то в районе 150 рублей. В Лиме продается курица, как для шаурмы. 27 стоит лир. Это в районе 140 рублей. Можно взять на перекус. Она уже готовая, пожаренная. В Турции вкусный и недорогой сыр. Я вот обычно беру такое в нарезку. Мис 36. Это 150 рублей. 200 грамм. Можно взять килограмм. 600 рублей килограмм. Русские продукты. Сметана, творог, суши. Суши здесь, кстати, дорогущие и ужасные. По-моему, так и не появилось за 2 года, пока мы здесь не жили. Хороших суши. Всякие маски, трубки, очки. Пляжную атрибутику выгоднее покупать в магазине Шок. Например, маска-трубка стоит 30 лир. Ну, понятно, что она такая простенькая. Но на пляже такая будет стоить в районе 100, я думаю. Здесь 30 лир, это 130 рублей. Всякие вот такие штуки тоже с ними плавают. По 20 лир меньше 100 рублей. Подстилки тоже до 100 лир. 400 рублей. Тапки в районе 100 лир. 400-300 рублей. Разные. Набрали сладостей. Пленку и скотч. Покажем позже, зачем они нам. Сегодня отдыхаем с комфортом. Сняли 2 шезлонга и зонтик за 120 лир. Это в районе 500 рублей. Комфортно. Мягко. Зонтик, правда, пока не нужен. Вроде и так неплохо. Прямо с балкона у нас видно пальму. Она стоит буквально в нескольких метрах от нашей лоджии. Круто. Погодка испортилась. Но ничего, мы пока ходим по магазинам, затариваемся сувенирами и ништяками, которые с собой повезем. Мы всегда везем из Турции с собой много чучхеллы, потому что она здесь очень вкусная и недорогая. Самая выгодная чучхелла в магазине BIM. Стоит 100 лир килограмм. Это получается 400 рублей килограмм. На рынке, мы спрашивали, стоит в районе 1000 рублей килограмм. Так что экономия. Здесь еще недорогие и хорошие крема. С Невея все наверняка знакомы. Мне еще очень нравится турецкая марка. Вот эта арка. Очень классная крема для тела. Я прям всегда покупаю. Привезти с собой можно также печеньки. Они здесь недорогие и очень хорошего качества. Вкусные часто с орешками, с фисташками, с фундуком. Например, этот улкер. 28 рублей. Здесь очень много сладостей с фисташками. Они, конечно, подороже, но они очень вкусные. 125 лир. 500 рублей примерно. Также здесь очень вкусный гранатовый соус. Недорогой, вкусный. Маленькая баночка. 75, но это в стекле. В пластике подешевле. Чемоданы тоже дешевле, чем в России. От 800 до 1100 лир. 1100 лир. Это вот 4, где-то с половиной тысячи. Самый огромный чемодан. Привезти можете вкусный лукум. Лучше брать развесным. 520 килограмм. Это в районе 2000. Вам его нарезают. Обваливают дополнительно фисташков. Вот такая красота. И вот в такую коробочку упаковывают. В коробочке 600 грамм у нас получилось. 2000 килограмм. Недорого, но он очень классный, очень вкусный. Есть лукум вот такой дешевый, маленький, но он нам не нравится. Он попроще, подешевле. Он чисто очень сладкий. Чучхеллу лучше брать в магазине BIM. Она там дешевле. А, ну хотя 320 килограмм тоже дешево. Тоже дешевая, кстати. Там 100 килограмм. А, там 100 килограмм. Да, дешевая, все ж таки в магазине BIM. Это мы в магазине Migros сейчас находимся. Прячемся до деппу. Есть лукум более дешевый. Вот такой в коробках. По 100 лир за коробку, по 75, по 65. Но он, не знаю, нам не очень нравится. Он приторно-сладкий. Мне кажется, менее качественный, чем вот этот развесной. Но дешевый и красивый. Турецкий кофе на наш вкус невкусный. Но если хотите попробовать, берите вот этой марки. Мехмед Ефенди. Стоит 100 грамм. 26,90. На мой вкус какой-то он кислит. Как некачественный кофе. По-моему, жокей гораздо лучше, чем этот. Не говоря уже о каких-то там итальянских и прочих. Здание театра в Алании. Красивое очень. Решили таки прогодиться на фуникулёре еще раз. Погода, конечно, пасмурная. Но надеемся, что виды тоже будут красивые. Поехали на фуникулёре. Ясную погоду, конечно, красивее вид. Поехали на верхнюю площадку фуникулёра. Так она выглядит. Кафешка небольшая. Виды открываются отсюда хорошие. Уже. А можно подняться еще выше. Сейчас пойдем выше. Плюсы пасмурной погоды. Не жарко. Подыматься будет просто. Потому что в жаркую погоду мы здесь подымались. Конечно, устаешь буквально за пару минут по этим горам ползать. Когда духота. Поэтому виды не такие шикарные. Но зато идется легко в горку. Крепость Алании. Корабль пиратский. Верхняя часть открыта для посещения с 9 до 18 часов. Крепость сохранилась достаточно хорошо. Тем более турки за ней следят. Все чисто, аккуратно. Видеокамеры везде. Вот в эту часть можно зайти абсолютно бесплатно. Это мы поднялись на подъемнике. Но по идее можно и пешком подняться. И бесплатно посмотреть. Платно только закрытое. Там на самом верху кактусы цветут. Кафешка есть. Можно перекусить. Потанцевать. Лимоны поспели. Гранаты цветут. Продают ковры. Домики такие. В старом стиле. Симпатичные. Древняя мечеть. Мечеть на этом месте была основана в 13 веке. Но вот это ее текущее состояние, это построено в 16 веке. Так она выглядит внутри. Она действующая. Здесь проходит молитва регулярно. Туристов пускают без проблем посмотреть. Женщинам, естественно, надо с покрытой головой совсем покрытым заходить. Но здесь не так строго следят. Но все же положено. Мужчинам дресс-код попроще. Нравится мне их религия. Перед входом в мечеть на молитву нужно помыть ноги. По правилам. Соответственно, вот такое старинное место, где моют ноги. Современная уже часть. Можно здесь побродить по развалинам крепости. Местами она очень хорошо сохранилась. Все открыто. Все это бесплатно. Кактусы просто огромные. 5 метров в высоту. Естественно, все исписанные вандалами. Старинные фотографии Аванни. 1915-й. Даже 1970-й. Там, вон, смотрите, сколько места для отелей. А вот здесь Махмудлар где-то. Дальше? Там вообще ничего нет. В 1970-м на Клеопатре растут деревья. А вот в 1836-м было классно. Крепость такая полноценная. Много домиков. Круто, наверное, было. Еще одна попытка накормить кота. Правда, не похоже, что голодает. Муниципалитет Алании благодарит вас за ваше внимание к уличным животным. Нифига себе по-русски. А как она поняла, что надо по-русски? О, сейчас кота засыпет. Кот, ты не умрешь с голоду теперь. Наверху на крепости Алании есть вот такой колоритный рыночек. Всякие сувениры продают. Цены, наверное, не дешевые, но колоритные. Можете сюда доехать на автобусе номер 4. Подошли к входу в верхнюю платную часть крепости Алании. Билет с аудиогидом стоит 210. Просто тикет 150. Сегодня решили не идти. Мы уже там были. И погода не очень. Но внутри красивые смотровые площадки. Если придете сюда в ясную погоду, обязательно. Турецкий сервис. Заправляют даже мопед. Подъехал, оставил заправщик. Сам заправляет. Туркиш сервис. Гуляем по старому городу Алании. Красивые улочки. Море волнуется сегодня. Симпатичное место. Можно подняться сюда от Красной башни. Прогуляться, посмотреть. Но лучше, когда не жарко. Забрались вглубь старого города. Не зная, куда сейчас придем. Но здесь такая обстановочка уже колоритная. Остатки крепости. Большая часть этих домов, которые в старом городе, они отреконструированы. Прям древних, я так понимаю, осталось немного. Кажется, нашли интересную видовую площадку. Туристов здесь немного. Но виды красивые. Кто-то украсил себе двор поделками из тыкв. Кто-то построил дом прямо на стене крепости Алании. То есть дом опирается на две части стены. Красиво. Вид, наверное, оттуда вообще клевый. Дальше будет вот такая развилка. Если пойти налево, то там можно забраться на угловую башню, достаточно хорошо сохранившуюся, и с нее посмотреть на залив Алании, на всю Аланию. Либо можете пойти туда направо, еще выше. Людей нет. Видимо, сюда туристические группы не водят. Но место прикольное. Мы здесь уже были. Нам понравилось. Фоточки отсюда классные получаются. Вот. Козы пасутся у подножия крепости. Если не боитесь высоты, можете пройти по крепостной стене. Она вначале достаточно широкая, но дальше сужается. Отсюда тоже красиво. Водолет летит интересный. Американский, наверное. Крепость Алании. Достаточно хорошо сохранилась. Можете вот так прогуляться по крепостной стене. Со стороны вроде кажется не страшно, но на самом деле там чувствуется высота. И когда внизу камни, такой дискомфорт внутри присутствует. Залезли в остатки угловой башни. Такая древняя цитадель. Ветер дует, конечно, сильный. Корабль плывет такой интересный. Пиратский. Огромный просто. Три палубы, пять мачек. Это самый большой корабль в Алании. Прогулочный. Прогулка на нем стоит 30 долларов. Включены обед, напитки. Отдались на аналогичном. Нам понравилось. Ребята, вот туда забрались. Следующую башню. Но туда пройти непросто. Многоквартирный дом. Прямо посреди крепости. Забрались уже совсем в нетуристические места. Инфраструктура кончилась. Просто старинные стены. Виды. Воздух морской такой свежий, приятный. Бодрящий. Стена такая прям древняя. И сегодня волны длинные. Нашли какое классное место. Здесь мы еще не были. Стены мощные, крепостные. В отличном состоянии. Дороги вниз нет. Поэтому идем вверх. Нашли какую-то бесплатную башню. Можно посмотреть. Бойницы гигантские. О, здесь какая-то площадочка видовая. Классное место. Ощущение реально, что ты прям в крепости средневековой. И вот сюда вход, ну, бесплатный. Нет никаких турникетов, ничего. Древние ворота. Черепахи ползают по дорогам. Никто их не трогает. Главный минус Турции – это пешеходные переходы. Потому что на них вас никто и никогда не пропустит. Имейте в виду. Аккуратнее переходите. Потому что достаточно часто бывают случаи, когда сбивают туристов. Ну, потому что у них, не знаю, не принято пропускать на пешеходных переходах. Только когда зеленый горит, тогда можно пройти. А если нерегулируемый пешеходный переход, то не пропускают. В волейбол играют. Инфраструктура классная, конечно, здесь, на Клеопатре. Шезлонги на любой вкус. Хотите, кровать. Шезлонги на любой вкус. Арендовали шезлонги и зонтик на день всего за 120 лир. Мне кажется, вообще очень классная цена. 120 лир. И целый день два шезлонга и зонтик. Плюс вай-фай есть. О, сегодня классно, волны. Можно покупаться на волнах. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. разница конечно есть на шезлонгах поприятнее загорать на водное развлечение парашют 70 евро один человек два человека 100 евро водный мотоцикл один человек 60 евро два человека 70 банан ватрушка по 30 вот и подошел к концу наш отпуск в Алании ну что сказать Алания конечно за два года изменилась цены подросли до этого когда был коронавирус когда были закрыты авиарейсы с россией здесь все стоило просто копейки сейчас стоит раза в два может быть в три дороже но инфляция и плюс других странах тоже цены подросли например мы живем в Армении в Армении не дешевле то есть поесть где-нибудь в ресторане просто продукты в магазине здесь стоят дешевле соответственно ну а в целом Алания все так же красиво приятно шикарные пляжи шикарные люди все очень гостеприимно дружелюбно сервис на высшем уровне это проблем не заметили что здесь появились но может быть чуть-чуть сервис стал не такой избыточный как было раньше потому что туристов стало больше мы здесь жили в ковид когда на каждого туриста либо кто просто зашел в ресторан там кидались и обслуживали максимально эффективно сейчас уже чувствуется что количество туристов количество отдыхающих увеличилось и уже так немножко некоторых местах попроще обслуживает но все равно все очень хорошо и качественно кстати интересный факт турки за эти два года пока нас не было очень хорошо подучили русский язык видимо количество наших рилосилов рванных людей плюс отдыхающих поспособствовали этому потому что раньше по-русски так достаточно много говорили только в махмутларе центре в районе пляжа клеопатры русский язык знали очень так точечно и очень небольшое количество слов сейчас практически все продавцы обслуживающий персонал говорят по-русски причем в некоторых магазинах и ресторанах работают даже прям русскоговорящие они турки поэтому отдыхать но кто любит пообщаться на русском в отпуске тем людям здесь станет более комфортно касается цен они конечно подросли относительно турции двухлетней давности но я уверен что если их сравнить с ценами в анапе в крыму то они здесь будут гораздо ниже но качество сервиса которое вы получаете за эти деньги здесь будет в разы выше поэтому все равно выбирая между нашими курортами и турецкими турецкие как и всегда выигрывает не забывайте подписываться на наш канал ставить лайки пишите комментарии это помогает нам делать еще больше красивых интересных видео вообще алания классное место для постоянного проживания на наш взгляд вполне возможно и мы когда-нибудь сюда приедем на пмж но не сейчас сейчас у нас другие более амбициозные планы если в алании соскучиваетесь по еде русской можете прийти в кафе матрешка находится в районе пляжа плеопатра здесь можно поесть привычные блюда взяли перцы с мясом голубцы суп чечевичный чечевичный да не самый местный но есть и борщ то есть можете поесть привычной еды стоит в среднем как и по алании атлеты 120 лир голубцы тоже суп 70 лир аэропорт едем на таком трансфере 24 на 7 называется пользуемся им не первый раз все быстро четко качественно вдвоем нас довезли за 30 долларов индивидуальный трансфер он будет стоить примерно в два раза дороже из алании по моему 60 или 70 долларов приехали в аэропорт народу много стоят замотки багажа на входе стоит 10 долларов или 10 евро лайфхак мы купили пленку и скотч примерно за 1 доллар и замотали это сами сэкономили 9 долларов смотрите как я уже профессионально заматываю не отличишь аэропорт большой но все организовано понятно и нормально на первом этаже аэропорта есть бургер кинг цены конечно выше чем в городе но незначительно мы брали комбо бургер меню за 200 здесь он стоит до 250 лет в районе 1000 турцию за последние годы хорошо русифицировали вывески на турецком в аэропорту на английском и на русском начинается наша любимая часть в аэропорту цены в дьюти фри сигареты винстон 94 евро гавана клап ром виски 30 евро мэлфи какой-то 34 8 джеймсон 35 евро литра две бутылки 49 2 литра получается валантайн 20 евро литра black label 40 39 10 с перепелкой неплохие 16 евро литра бакарди четырехлетний 22 50 и был 19 55 18 70 альмеха 29 попроще 22 хеннесси xo 290 на себе и сапишка 90 литр 16 15 18 евро все вкусные клубничные 14 50 абсолют 24 50 есть за 21 джин бомбей 24 евро гигантский чупа-чупс за 10 45 евро китаблерон зависит от того сколько брать 12 50 не просека 13 50 мартини асти 16 50 цены 7 8 евро сэндвича бутылка пива в аэропорту 0 33 11 евро минимум 13 немецкая соки 456 пепси 456 аэропорт в целом приятный появилась детская игровая комната вот 7 евро вход туда стоит много всяких едалин магазинчиков в общем с деньгами отсюда не уйдете цены как всегда амбициозные даже рубли принимают мой личный лайфхак купил в мегросе еще в алании за 3 евро такие сэндвичи здесь такие стоят минимум 12 евро счастливый обладатель салата в аэропорту купили салат с курицей с овощами за 8 евро но оказался нюанс это не курица это знаете как наггетсы такие которые куриная субстанция прикольно